Алло, так, добрый, добрый день. У нас что, Новый год или пробки просто? Так, я прошу занять свои места в креслах. А вы, Олег Олегович, что вы решили сегодня? А кто же вместо вас? Ага, понятно. Я прошу вас, присаживайтесь. Значит, эти слайды у вас, которые появляются, они, оказывается, у нас не случайные. Это просто мы вас информируем о каких-то наших достижениях или наоборот, чтобы вы так были в курсе. Это то, что делает наш институт. И вот они нас знакомят с этими нашими достижениями. Так, ну, у нас сегодня, насколько я понимаю, больше такая познавательная конференция. Но, тем не менее, мне показалось, что это будет довольно интересно. Тем более, что мы в последнее время редко встречаемся с интересными, к сожалению, не всегда перспективными случаями. Поэтому мы сегодня будем обсуждать девочку, которая погибла от системной красной волчанки. В Морозовской больнице диагноз поставили, сформулировали, правда, его не совсем правильно, и мы это тоже обсудим с представителями Морозовской больницы. Алексей Иванович, либо он не успеет, либо приедет чуть позже, он на совещание у Вероники Игоревны, Скворцовой. Так, чтобы вы понимали нашу ситуацию, подмосковный, вот, чтобы вы прониклись, да, подмосковный фонд обязательного медицинского страхования банкрот. Вот, они задолжали московскому фонду около трех миллиардов рублей, и эта задолженность может вырасти к Новому году до пяти миллиардов. И вот Алексей Иванович вместе с подмосковными своими коллегами и федеральным фондом, они на совещании у министра, чтобы решить, что делать. Вот, я вам еще раз говорю, вот, я не буду стесняться говорить, как есть. Понимаете, вот что значит ничего не сделать и не подготовиться к этой самой системе одноканального финансирования. Вот, если бы мы не сделали того, что мы сделали, хотя это было тяжело, непопулярно, иногда это так через колено, но если бы мы не сделали того, что нам удалось сделать, наше положение было бы хуже сегодня, чем у подмосковного фонда. Просто ситуация выглядит для Подмосковья сегодня катастрофической. Вот сейчас они сидят и решают, что делать в этой ситуации. Ну, просто, чтобы вам было понятно, что любые решения, которые мы принимаем, и которые, в общем, кажутся, ну, непопулярными, иногда очень болезненными, но они в конечном счете сохраняют нам систему. Мы уже адаптировались к этой системе, мы самые трудные времена уже прошли, а там они даже это, извините, не начинали. И как они это сделают, особенно в период электоральный, когда надо выбирать президента, потом у них тоже через год выборы губернатора. Как они это будут объяснять людям, и главное, как они это будут делать, я не знаю, поэтому я даже туда не поехал, Алексей Иванович поехал. Не знаю, какое решение они примут, я просто вам это все рассказываю, чтобы вы понимали, что все не очень просто. Так, Саниликовна, пожалуйста, замглавного врача Морозовской больницы. Глубоко уважаемый Леонид Михайлович, глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию историю пациентки, девочки 17 лет, которая впервые обратилась за медицинской помощью в Тверскую областную детскую клиническую больницу 6 мая 2017 года. При поступлении в стационар девочка предъявляла жалобы на отечность нижних конечностей, затрудненное дыхание, одышку и кашель. Диагноз при поступлении был сформулирован как иллофеморальный тромбоз слева, тромбоэмболия легочной артерии, хроническое легочное сердце. Из-за анамной жизни... Да, конечно. Значит, ну вот все начинается с самого начала. Девочка, она правда девочка с ожелением, тут нет этого в диагнозе, да? Девочка с ожелением. Но ей ставят иллофеморальный тромбоз в 17 лет, вдруг ни с того ни с сего развившийся, тромбоэмболия легочной артерии, то есть острое состояние, и одновременно сразу хроническое легочное сердце. Ну вот так вот у нас наши коллеги формулируют диагнозы. Острое состояние, впервые возникшее тромбоэмболия легочной артерии и хроническое легочное сердце. Да, дальше, пожалуйста. Спасибо. Из анамнеза жизни пациентке известно, что она от второй беременности, которая протекала физиологически. Роды вторые срочные в головном предлежании. Масса тела при рождении 3700 грамм, длина 51 сантиметр, оценка по шкале Абгар 8-9 баллов. Со слов родственников, девочка была вакцинирована в соответствии с календарем Республики Азербайджан. Необходимо было отметить, что первичный контакт пациентов с пациенткой и ее родственниками был очень затруднен. И это описано как в первичной медицинской документации, представленной в городе Твери, так же и в Морозской больнице, о чем я скажу чуть позже. Пациентка и ее родственники очень плохо говорили по-русски и в основном общались через переводчика. Данных о туберкулиновых пробах на момент поступления в больницу у пациентки не было. Из перенесенных заболеваний было указание только на редкие острые респираторные инфекции. Наследственность по сердечно-сосудистым, онкологическим, ревматическим заболеваниям со слов родственников отягощена не была. Аллергоанамность также не был отягощен. И контакт с инфекционными больными родственники пациентки она сама отрицали. Из анамнезозаболеваний известно, что впервые недомогание девочка почувствовала в 2016 году, когда появилась повышенная утомляемость, общая слабость, нарушение менструального цикла. В мае 2016 года девочка находилась на стационарном лечении в Республике Азербайджан, где был выставлен диагноз маточное кровотечение пубертатного периода, постгеморрагическое анемиасинкопальное состояние. При этом первичная медицинская документация также представлена не была. Летом 2016 года, к сожалению, родственники и девочка не помнили точные даты. У нее был зафиксирован также по месту жительства в Республике Азербайджан первый эпизод тромбофлебита нижних конечностей с образованием трофических язв. Девочка лечилась по месту жительства, первичной документации, а также сведения о получаемой терапии и рекомендациях при выписке из стационара также зафиксировано не было, и мы не получили их. 1 мая 2017 года у девочки появилась выраженная отечность левой конечности. Она была консультирована в частной клинике докторов имена в городе Твери. Был заподозрен и леофеморальный тромбоз слева и рекомендована госпитализация пациентки в стационар. 6 мая 2017 года в 14.30 пациентка и ее родственники самостоятельно обратились в приемное отделение детско-областной клинической больницы города Твери. И по тяжести состояния пациентка сразу была направлена в отделение реанимации и интенсивной терапии. В статусе при поступлении обращала внимание тяжелое состояние. Девочка была в сознании, общемозговой и очаговой симптоматики не зафиксирована. Но, к сожалению, в первичной медицинской документации из Тверской областной детской клинической больницы не было указано никаких антропометрических данных ни в листах назначения, ни в дневниковых записи, ни в статусе при поступлении. Обращала внимание низкий суфибрилитет цианозно-согубного треугольника. Отмечалась одышка до 44 раз в минуту смешанного характера. Сатурация кислорода по данным пульса оксиметра составляла 74-78%. При инсуфляции увлажненного кислорода через назальные конюли со скоростью 3 литра в минуту она повышалась до 94%. Частота сердечных сокращений составляла 114 ударов в минуту. Была отмечена выраженная склонность к артериальной гипертензии на момент поступления 157 на 118 мм ртутного столба, выраженная отечность нижних конечностей, трофические язвы на внутренней поверхности левой голени. По результатам первичного осмотра данных она на заезжала, был сформулирован диагноз илево-феморальный тромбоз слева, тромбоэмболия легочной артерии и хроническое легочное сердце. Девочка поступила в отделение реанимации, где проводилось обследование. По данным клинического и биохимического анализа в крови, каких-либо существенных отклонений выявлено не было, кроме склонности к анемии на протяжении всего периода наблюдения. Число тромбоцитов оставалось нормальным, соизм фиксировалось один раз в пределах нормальных значений, значительных изменений в биохимическом анализе крови выявлено также не было. По результатам исследования системы гемостаза отмечалось прогрессирующее снижение протромбинового индекса, активированное частичное тромбопластиновое время было в пределах нормы, уровень фибриногена также оставался в пределах нормы, был проведен количественный тест на наличие додимера, он был положительным. Уровень цирреактивного белка в сыворотке крови при поступлении превышал нормальные значения в 6 раз. По данным клинического анализа мочи была зафиксирована следовая протеинурия, а также незначительный лейкоцит и эритроцит урия. Девочки проводились инструментальные исследования. По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости были выявлены признаки дисхолии. По данным рентгенографии органов грудной клетки была выявлена очаговая двусторонняя нижнедалевая пневмония в нижнебазальных сегментах и в шестом сегменте слева. По данным ЭКГ признаки перегрузки правого желудочка и правых отделов сердца. По ЭКГ дилатации гипертрофия правого желудочка, что скорее всего сподвигло наших коллег поставить девочке диагноз хроническое легочное сердце в связи с признанкой, как им показалось, хронического легочного сердца. Девочка была консультирована кардиологом и был выставлен вышеуказанный диагноз. Также девочка была консультирована сосудистым хирургом, который выставил диагноз острый флеботромбоз бедренно-подколенного сегмента справа, тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии, двусторонняя пневмония, хроническая венозная недостаточность, трофические язвы. В качестве терапии девочка получала антикоагулянты прямого действия гепарин из расчёта 20 единиц на килограмм в час внутривенно. Также она получала прямой антикоагулянт-ингибитор 10 фактора апексабан в дозе 10 мг в сутки. Ей проводилась антибактериальная терапия цевтриаксоном и амикоцином, а также инфузионная терапия глюкозосолевыми растворами. По данным записи интенсивного листа назначения, она всегда постоянно получала увлажнённый кислород из расчёта 4 литра в минуту через назальные конюли. На фоне проводимой терапии состояние девочки было без существенной динамики, положительных сдвигов не отмечалось, сохранялась уфибрильная лихорадка, дыхательная недостаточность, отечность нижних конечностей и выраженные трофические нарушения. Выписка из истории болезни была направлена нашими коллегами из Тверской областной детской клинической больницы сначала во взрослую областную Тульскую клиническую больницу, где был получен отказ от госпитализации. Следом, выписка была направлена в Российскую детскую клиническую больницу Министерства здравоохранения Российской Федерации, откуда пришло заключение о том, что для решения вопроса госпитализации пациентки необходимо дополнительно представить некоторые документы, в том числе заключение о выполнении дуплексного сканирования сосудов нижних конечностей малого таза, необходимо было выполнить компьютерную томографию с контрастированием сосудов нижних конечностей, и была возможна консультация в дневном стационаре гематологического профиля по поводу проведения дальнейшей антикоагулянтной терапии. По проведению всех вышеперечисленных методов предлагалось направить документы для повторного рассмотрения. 22 мая девочка была выписана из Тверской областной детской клинической больницы с дальнейшими рекомендациями по лечению Федеральным государственным бюджетным учреждения Российская детская клиническая больница Министерства здравоохранения Российской Федерации. Стоп, остановитесь. Значит, если мы правильно вас поняли, то она была не столько выписана, сколько вынесена из стационара Тульского, Тверского. То есть вы нам только что описали почти практически реанимационное состояние ребенка, да? И дальше они решили отправить ее в РДКБ. В РДКБ нашли способ ее не госпитализировать и ее при этом из Тверской больницы вот в этом состоянии выписали. Мы правильно вас поняли? Или все-таки им удалось добиться какого-то улучшения или стабилизации состояния? Уважаемый Леонид Михайлович, по данным первичной медицинской документации, которая представлена из Тверской областной детской клинической больницы, нами не получено данных о значительном улучшении в состоянии пациентки. Она продолжала субфибрильно лихорадить. У нее сохранялись все те локальные изменения и изменения общего состояния, которые были зафиксированы на момент поступления. Более того, те исследования, которые были предложены провести Российской детской клинической больнице, а именно компьютерные томографии, томографии и дуплексное сканирование, не были выполнены на территории Тверской областной детской клинической больницы. И, в общем-то, родственники пациентки выполняли это в частном порядке. Нет, нет, но Бог с ним с дуплексом. Выписана она была практически в дуплексе. Значит, Вы нам только что рассказали о девушке, 17-летней, с двухсторонней пневмонией, с легочной гипертензией, с синими губами, с синим носогубным треугольником, с насыщением 74% кислородом. И вот в таком состоянии девочку выписали из Тверской больницы. По данным выписки, да, ей было предложено... Ну, они что, звери? Ну, Леонид Михайлович, я не могу ответить на этот вопрос. Нет, я понимаю, вопрос риторический. Я понимаю, что РДКБ нашли способ ее не госпитализировать, но ее при этом выписали из больницы. Выписали домой. Давайте дальше. Пациентка была выписана домой, следующие должны были скорой помощи докладывать, насколько... Ну, хорошо, давайте, прошу. Значит, после этого они, видимо, на электричке приехали в Москву. Ну, это приходится только догадываться об этом. Ну, судя по тому, кто идет к микрофону, вызвали, наверное, скорую помощь уже в Москве. Добрый день, уважаемый Леонид Михайлович, коллеги. Действительно, обратились родственники к нам на скорую помощь, причем они обратились не сразу после выписки ребенка из стационара. Они приехали, получается, по нашим данным, через 7 дней. То есть 7 дней ребенок находился дома. Когда 29-го числа они обратились, по поводу отекли ноги, нарушена чувствительность ног. Из анамнеза было установлено, что ребенок выписан из стационара, в течение 5 дней находится дома и отмечает усиление одышки, нехватку воздуха, сухой кашель. То есть они из Твери все-таки приехали в Москву. Да, да, и здесь находились, но вот ни к врачам, к нашим, ни к скорой помощи они не обращались. Состояние было расценено как тяжелое, сознание ясное, положение активное. Отмечался цианоз воротниковой зоны, отек нижних конечностей. В легких дыхание визикулярно ослаблено было справа, хрипы не выслушивались. Пульс 120, ЧСС 120, давление сниженное 90 на 60 при норме 110 на 70. Отмечается печень, увеличение печени на 4 сантиметра. В локальном статусе отеки нижних конечностей от стоп до паховой складки, боли выражены слева. Отмечаются симптомы тромбоза глубоких вен голени. Отмечались дефекты кожных покровов размеров 4 на 6, со следом отделяемого молочного цвета. На ЭКГ отмечался С1-КУ-3, перегрузка правых отделов сердца. Соответственно, была проведена дистанционная консультация с кардиопультом нашим. Дополнительно направлена туда врачебная бригада. Установлен диагноз тромбоэболии мелких ветвей легочной артерии, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, дыхательная недостаточность второй степени. Проведена терапия гепарином и оксигенотерапией. Стабилизировано немного состояние пациентки, давление 110 на 70. И в таком состоянии пациентка была эвакуирована в больницу именно Филатова. Все у вас? Да. Пожалуйста, Филатовская. Алексей Николаевич. Глубоко уважаемый Леонид Михайлович, член Президиума, глубоко уважаемые коллеги, разрешите мне на анонистических сведениях не останавливаться, не повторяться, потому что они здесь изложены уже достаточно подробно. Ребенок доставлен к нам по скорой помощи 29 мая сего года в 12 часов 40 минут. Языковый контакт был затруднен, так как девочка совсем не говорила по-русски, отец очень слабо говорил. Родственники, в общем-то, тоже так нам ясностей в анонистические сведения внести не могли. Основным документом, которым мы пользовались как анонистические сведения, была выписка из Тверской областной больницы. Мы не могли не, так сказать, подтвердить, не опровергнуть тот диагноз, который был поставлен в больнице. При поступлении состояния девочки мы расценивали, как тяжелое по основному заболеванию, кожные покровы. Ребенок был в сознании, активен, активно разговаривала с отцом. Кожные покровы туловища и верхних конечностей были обычной окраски. Нижние конечности были увеличены в объеме, отечны. Обращал на себя внимание наличие двух трофических язв в области левой голени размерами 2х2 и 2х3 см глубиной до 0,3 см с незначительным отделяемым. Была проведена смена асептической повязки. Пульс на артерии Дорзалис-Педис, Тибиалис-Пастериор, капиллярная реакция на пальцах стоп была адекватная. Ребенок по тяжести состояния был консультирован старшим дежурным хирургом, консультирован сосудистым хирургом и реаниматологом. Показатели жизненно важных функций, пульс, дыхание, артериальное давление были в пределах нормы. У ребенка ожирение третьей степени, вес ребенка превышал 100 кг, больше просто наши весы в приемном покое не показывают, и при росте 169 см, то есть индекс массы тела был более 40. Состояние ребенка расценено как тяжелое, диагноз оставлен прежним, и учитывая тяжесть состояния, отцу ребенка предложена госпитализация в хирургическое отделение и дальнейшее обследование ребенка. От предложенной госпитализации отец ребенка категорически отказался, как и отказался от всех обследований, даже на уровне приемного покоя, мотивируя это тем, что 30-го числа, то есть на следующий день, у них запланирована госпитализация в российскую детскую клиническую больницу. У меня все. У меня к вам один вопрос. Вот у вас консультация гематолога. А что вы хотели от гематолога получить? Какие были показания консультации гематолога? Вот мне просто это интересно. Сосудистый тромбоз. То есть это показания? Да. И что гематологи могут нам сказать в этом случае? Сложно сказать. Что-нибудь скажут. Понятно. Хорошо. Ну там у нас с вами изменился немножко диагноз, да? Там шло речь все время о тромбов либите, а были эфеморальным. А вы ставите тромбоз, да? Нет, или эфеморальный тромбоз мы оставляем. Или эфеморальный тромбоз. Мы не меняли ничего. Ничего не поменяли. Понятно. Ну за тот короткий период времени. То есть они просто, и что от вас они ушли своими ногами домой? От нас они ушли на своем транспорте с заявлением того, что 30-го числа они будут госпитализированы в Российскую детскую больницу. Понятно. Спасибо. Спасибо, Алексей Николаевич. Ну а дальше снова Морозовская. Глубоко уважаемые коллеги, 30-го мая 2017-го года девочка в сопровождении родственников обратилась на амбулаторную консультацию гематолога в Российскую детскую клиническую больницу, где была осмотрена, ее состояние было расценено как тяжелое, измерена масса тела, она составляла 115 кг, данных о росте не было представлено. Обращала внимание также выраженная кислородозависимость пациентки, выраженные трофические изменения, склонность к тахикардии, выраженная одышка. Был сформулирован диагноз как эмболия и тромбоз других артерий. Как еще раз это надо посмотреть? Ну я думаю, что доктора просто закодировали по МКБ-10, не утруждая себя какой-либо расшифровкой диагноза, просто в соответствии с МКБ-10 закодировали и все. То есть просто цифру поставили? Да, цифру поставили и все. Просто мы взяли все данные с первичной медицинской документации. Каких-либо рекомендаций по дальнейшему ведению, наблюдению и лечению пациентки дано не было. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи и девочка по тяжести состояния была доставлена в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где сразу же поступила... То есть в РДКБ тяжелых больных не лечат? Ну по тем данным, которые есть у нас, девочка была... Ну давайте мы это возьмем на заметку, что туда надо отправлять только либо здоровых, либо, видимо, ну не знаю с чем. Понятно. То есть они вызывают на себя скорую помощь, которая везет ее к вам. Да, девочка бригады была доставлена в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в 15 часов 46 минут. С жалобами по-прежнему на отечность нижних конечностей, выраженную одышку, кашель, затруднение дыхания. При поступлении состояние оценено как тяжелое, оценка по шкале Кома-Глазга 15 баллов, девочка принимала вынужденное положение, выраженное ортопное отмечалось, вес был измерен, он составлял 115 килограмм, рост 167 сантиметров и индекс массы тела 41. Отмечалась субнормальная температура тела, обращала внимание, выражена отечность нижних конечностей, кислородозависимость, уже инсуфляция кислорода составляла 5 литров в минуту, тогда сатурация повышалась до 98%. Выражена тахикардия и был сформулирован предварительный диагноз как двусторонний элеофеморальный тромбоз, тромбоз нижней полой вены, тромбоэмболия легочной артерии, туберкулез легких под вопросом. Ну давайте по порядку. Итак, с элеофеморальным тромбозом, он правда стал двухсторонним теперь у нас, да? Тромбоз нижней полой вены. Что было за тромбоз нижней полой вены? На руках у родителей пациентки не было снимков, которые проводились в частной клинике, однако была небольшая короткая заметка, в которой описывались признаки по данным проведенного исследования частичного тромбоза нижней полой вены. Клинически это как-то проявлялось? На тот момент клинически нет, еще признаков не было. Понятно. Ну и туберкулез легких на основании чего? Ну, учитывая те изменения, которые... Вообще, вы себе представляете клинику тромбоза нижней полой вены, да? Ну, представляю. Понятно. На тот момент... Можно себя представить. Убедительно, да, убедительных данных за это не было. При поступлении диагноз туберкулез легких был выставлен под вопросом в связи с выраженными деструктивными изменениями, которые были выявлены в легких, отсутствие какого-либо анамнеза у пациентки, я имею в виду о проводимых ранее туберкулиновых пробах, и у нас очень высокая настороженность в отношении возможного... Ну, а эти снимки можно посмотреть? Да, естественно, мы сейчас всё продемонстрируем. Девочка была помещена в отделение реанимации интенсивной терапии. На протяжении всего периода наблюдения обращала внимание прогрессирующая анемия. Однократно у девочки была зафиксирована лимфопения, склонность к тромбоцитопении. Скорость оседания эритроцитов в однократном анализе крови зафиксирована значительное повышение до 76 мм в час. По данным биохимического анализа крови не было выявлено никаких значительных отклонений. Была проведена коагулограмма, исследование системы гемостаза показало наличие подтверждающих значений волчаночного антикоагулянта. Тест был проведен сразу же при поступлении пациентки. За период наблюдения отмечалось удлинение скорости активированного частичного тромбопластинового времени, повышение международного нормализованного отношения, а также бы определялись маркеры возможного наличия у пациентки тромбофилии. Также определялась в период всего наблюдения за пациенткой сыворочная концентрация церия активного белка, она была значительно повышена. Подождите, вернитесь на одну секундочку. Вот вы сразу назначили волчаночный антикоагулянт. Он у вас входит просто в коагулограмму или все-таки у вас были какие-то мысли в тот момент о волчанке? Ну только давайте мы же разбираем эту историю. Нам нужно понять, случай ведь не очень типичный, согласитесь, для СКВ. Вот этот показатель, который у вас сразу был в два с лишним раза выше нормы, он входит в коагулограмму вашу или все-таки были какие-то мысли на этот счет? Этот показатель не является скрининговым у наших пациентов, у всех, абсолютно у всех, но тем не менее мы имели дело с девушкой, ну не подростком, а уже с девушкой, которым должно было исполниться 18 лет, у которой имелся характерный анамнез при отсутствии каких-либо клинических проявлений системной красной волчанки. Я хочу обратить на это внимание. Мы смотрели ее и при первичном осмотре не обнаружили никаких клинических данных, ни поражения кожи, ни поражения слизистых, что бывает у наших пациентов достаточно ярко представлено. Тем не менее, это была пациентка, юная девушка, у которой имелись указания на нарушение менструального цикла, а также указания на наличие маточного кровотечения в анамнезе, что, естественно, могло настораживать нас как в отношении первичного, так и в отношении вторичного антифосфолипидного синдрома в рамках системного поражения соединительной ткани. И, безусловно, среди всех системных поражений соединительной ткани на первом месте требовала исключения системная красная волчанка с таким атипичным течением, в том смысле, что не было клинических проявлений, характерные бабочки, артрита, аллопеции. Ну, я именно и задаю вам этот вопрос, потому что все, что мы слышали до сих пор, ну, оно как бы, ну, понимаете, если бы она еще была худая, то еще куда не шло. Ну, у такой ожилевшей молодой девушки, да, она имела бы право и на тромбозы, и на уже какие-то сосудистые осложнения, но тем не менее, поскольку в скрининг это не входит, уже на уровне какой-то интуиции, да, на уровне вот какого-то, то, что называют в народе чуйкой, вы все-таки сделали один из анализов, который затем лег уже в базу диагноза. Да, Леонид Михайлович, это было наше консолидированное мнение наших гематологов и реаниматологов о том, что необходимо исключать системное поражение соединительной ткани, системную красную волчанку, а с учетом поражения легких и наличия, ну, периодической эритроцитурии, мы также исключали ансоассоциированный воскулит. Ну, вот теперь давайте посмотрим снимки легких. По результатам обследования я кратко все скажу, да, никаких выраженных изменений со стороны органов брюшной полости выявлено не было, по эхо, как и выраженной дилатации в правых отделах сердца, по ультразвуковое исследование вен нижних конечностей выявило эхопризнаки окклюзионного тромбоза инфраренального отдела нижней полой вены, поэтому в тот момент наш диагноз уже, ну, частично подтверждался. Ну, тромбоз вены порта вы могли уже снять, я думаю, к этому моменту. Значит, девочка была консультирована гематологом сразу же при поступлении, ну и, собственно говоря, как я уже говорила, мы консолидированно пришли все к мнению, что необходимо расширенное обследование системы гемостаза, ну и проведение углубленного фтизиатрического обследования и проведение компьютерной томографии органов грудной клетки. Пациентка была консультирована главным научным сотрудником НИИ клинической хирургии РНИМУ на предмет возможности установки кавофильтра у данной пациентки. На момент осмотра показаний к хирургическому профилактике тромбоэмболии легочной артерии не было, и было рекомендовано продолжить антикоагулянтную терапию в полном объеме, отказаться от эластической компрессии и хирургическая санация трофической язвы. Как я уже говорила, девочка была консультирована... Ну подождите, вы же нам даже снимки еще не показали. Ну у нас же должен быть какой-то детективный сюжет. Да, я сейчас все представлю. Потому что вы уже нас теперь, вы нам расскажете, как вы теперь подтвердили ей системную красную волчанку. Но ведь вначале же вы сделали снимки. Мы смотрели ее при поступлении сразу же, а снимки сделали чуть позже. То есть девочка была осмотрена всеми специалистами. Вот это мне понятно, что вы вначале посмотрели, потом сделали снимки. Ну хорошо, давайте по-вашему. Девочка была консультирована ревматологами, и на основании данных анамнезоклинической картины было настоятельно рекомендовано исключение первичного и вторичного анциоассоциированного системной красной волчанки, антифосфолипидного синдрома и анциоассоциированного воскулита. Учитывая, что все эти диагнозы при их подтверждении требуют назначения массивной глюкокортикоидной и цитостатической терапии, назначить ее мы могли только при полном исключении туберкулезной инфекции, поскольку при наличии активного туберкулезного процесса этот вопрос, несмотря на всю тяжесть пациентки, был весьма дискутабельным. И рекомендовано расширенное иммунологическое исследование. Девочка была консультирована фтезиатром. Позвольте, я тогда сначала продемонстрирую снимки, которые мы сделали. Потому что, понимаете, пока, вот так как вы рассказываете, мы должны сделать вывод либо о вашей гениальности, и это очень приятный будет для нас вывод, о том, что вот при такой нетипичной картине, при том, что все, что у вас было, это или эфеморальный тромбоз, осложненный тромбом боли легочной артели, такая очень логичная история. Тем не менее, вы заподозрили системную антифосфолипидный синдром, который вы связали с системной красной волчанкой, начали проводить уже иммунологические исследования, подтвердили диагноз системной красной волчанки. Но из всего этого либо какого-то звена все-таки не хватает. Потому что вот, либо действительно, вот ваши ревматологи, они, ваши терапевты, это, наверное, тогда нам приятно будет констатировать, просто проявили свою гениальность и какую-то невероятную интуицию. Леонид Михайлович, мы... Понятно, вы скромности, вы умолчите. Дело не в скромности, но по любому протоколу обследования пациентов с персистирующим тромбозом, особенно если это юная девушка, мы обязаны исключать первичный и вторичный антифосфолипидный синдром и провести все скрининговые тесты на наличие у нее системной красной волчанки, даже при отсутствии при этом типичной клинической картины. Мы обязаны на это сделать. Замечательно. Так, давайте на снимки посмотрим. Да, давайте продемонстрируем снимки. Это компьютерная томография. Ну, отлично. Что мы здесь видим? Мы видим на фоне неоднородной пневматизации паренхемии обоих легких определяются полости значительные. В третьем и четвертых сегментах, как вы видите, они значительные. И, собственно говоря, когда мы видели эти полости, я хочу сразу сказать, что данная рентгеновская картина нетипична для поражения легких при системной красной волчанке. Абсолютно нетипична. А что бы мы могли увидеть при системной красной волчанке? Мы могли бы увидеть инфаркты легких при наличии... Значит, и так, если это тромбомболия легочной артели, неважно какого генеза, то вы бы увидели инфаркты, инфарктные пневмонии. А если это просто легкие при системной красной волчанке, то мы бы увидели... Волчаночный пневмонит? Ну, базальный альвеолит. То, что двустороннее поражение, то, что в изолированном виде называется синдромом Хаммана-Лича, в изолированной форме синдромом не болезни, а синдромом Хаммана-Лича, то есть базальный альвеолит. Он, кстати, при волчанке не так выражен, как при других некоторых коллагенозах, как при склеродермии, например. Но, тем не менее, здесь мы видим вещь совершенно странную, которая нетипична ни для тромбомболии, ни для инфарктной пневмонии, ни тем более для поражения легких при коллагенозах. Мы видим полости. У нас есть рентгенолог кто-то в зале? У нас Сергей Павлович-то в командировке? Да, будьте любезны. Вы выйдите, пожалуйста, тогда и прокомментируйте, пожалуйста. Нет, нам нужен ваш микрофон. Хотите мой возьмите? Хотите, вон выйдите к микрофону. По представленным катаграммам мы здесь наблюдаем полостные образования с нарушением пневматизации и фильтративными изменениями. Но это похоже на абсцессы? Чтобы сказать на абсцессы... Нет, ну абсцесс легкого, да? У нас же есть абсцидирующая пневмония. Не надо исключить абсцидирующую пневмонию, так как есть полостное образование с толстыми стенками. Итак, нет стенок. Значит, обращаю ваше внимание, что стенок нет. Есть в одном образовании, есть толстая стенка на левой катаграмме, на правой полостное образование с тонкими стенками. То есть уже не складывается в клинику абсцессы. Значит, что же это такое? Может быть, это врожденное заболевание связано... То есть это легочная деструкция, деструктивное поражение легких, но это не абсцессы, причем здесь нет ни уровней жидкости, заметьте, что если оно и было, а скорее всего его и не было, то они опорожнившиеся уже, но это и не абсцессы, потому что они очень тонкостенные. Так? Так, все верно. Это булы, может быть, могут быть булы. Значит, вот это больше похоже на булы такие, да? Так, это с одной стороны, но и с другой тоже есть немножко. Посмотрите. Да, с обеих сторон они присутствуют. С обеих сторон. Просто с одной стороны они крупные, а с другой стороны есть мелкие. Да, видите? Как эмфизематозные проявления были выражены. И что это такое? Какое это отношение имеет к системной красной волчанке? Какое отношение это имеет к тромбоэмболии легочной артерии, к инфаркту легкого? Данные изменения? Да, да, пожалуйста, мы же обсуждаем с вами. Вы уже победители, но интересно же все это. Печально быть победителем в данной ситуации, конечно. Но, тем не менее, эти изменения не укладываются в характерные изменения при системной красной волчанке. Помимо того, что мы уже перечислили, есть еще одно грозное осложнение – геморрагический альвеолит. Но у этой пациентки не было ни клиники, ни характерной рентгенологической картины геморрагического альвеолита. Никаких легочных кровотечений в анамнезе, ни кровохаркани, ничего не было? Нет, ничего не было на протяжении всего периода наблюдения. Никаких проявлений этого тяжелого осложнения не было. Если вы позволите, я продемонстрирую. Да, да, пожалуйста. Здесь видно многочисленные звездчатые разнокалиберные фокусы уплотнения легочной паренхимы в нижних долях обоих легких. Ну и более выраженные они были справа, указаны стрелками, то есть на протяжении практически всего исследования. А вот слева, на крайней правом снимке. Да, тоже есть, да, все есть. Вот там, где у вас стрелочка, там что? Ну вот эти самые... Стрелочка на крайней правом снимке, это что такое? Вы имеете в виду... Вот это вот, да, да. Вот это? Ну, здесь мы видим довольно выраженные интерстициальные изменения у этой пациентки, да. Ну вот здесь похоже на такой интерстициальный фиброз. Да, здесь частично можно об этом говорить, но вот в одной точке. Базальный, довольно типичный для системных коллагенозов. А на слух это как-то было что-то, было слышно? Аускультативные у него выслушивались при... Ну, нужно сказать, что, во-первых, избыточная масса тела была очень избыточной у этой пациентки. Аускультация, пальпация были очень затрудненными. И, допустим, нормально определить перкуторные размеры печени было практически невозможно в тот момент. А что касается аускультативной картины в легких, то имелись хрипы, выслушивались разнокалиберные влажные хрипы, больше в нижних отделах. Вот, хотя это никак не соотносится, допустим, если мы говорим об интерстициальном таком локальном. А на туберкулез это похоже или нет? Туберкулез здесь менее вероятен, но с интерстициальным... Громче, пожалуйста, даже микрофон не слышит. Туберкулез здесь менее вероятен, но на интерстициальные изменения здесь есть изменения, характерные для интерстициальных. А? Здесь есть изменения, характерные для интерстициальных изменений по данным категраммам. Значит, интерстициально очевидные есть, особенно с этой стороны. Справа, да, у нас получается? А вот эти вот ополостные образования никак не похожи на туберкулезные. Понятно. Давайте дальше. Здесь представлены снимки, на которых видно увеличение группы бронхопульмональных лимфатических узлов, и это, безусловно, нас очень настораживало при исследовании, в том числе, что дополнительно нас подвигло на исключение туберкулезной инфекции у этой пациентки. И мы направляли снимки для пересмотра афтезиаторам, которые при первичной консультации также говорили, что необходимо обязательно исключать туберкулезное поражение легких. Ну и данный снимок нам демонстрирует, что при контрастном исследовании легочный ствол, правая и левая легочная артерия контрастированы без каких-то дефектов наполнения. Что из этого мы должны, какой вывод сделать? Ну что на тот момент, когда мы исследовали нашу пациентку, говорить о легочном тромбозе было преждевременно, и, в общем-то, собственно говоря, данных каких-либо мы на этот момент не получили. Но мы все-таки с вами тромбоэмболию легочной артерии оставляем в диагнозе на этот момент или уже начинаем сомневаться? Ну, отчетливых данных на тот момент получено не было за наличие действительно полной картины тромбоэмболии легочной артерии, но на протяжении всего периода наблюдения высказывались предположения о возможном тромбозе совсем мелких ветвей легочной артерии, не тотальном тромбозе. Значит, смотрите, вы не получили четких данных за тромбоэмболию легочной артерии, при этом данные за легочную гипертензию и перегрузку правых отделов сердца вы получили. Да, конечно. Значит, о чем это могло говорить в тот момент? Нет, это не могло нам позволить полностью исключить возможный тромбоз мелких сосудов, и мы поэтому не снимаем. Ну, это все-таки, это скорее говорило о том, что есть некий легочный процесс, может быть, не сосудистого происхождения, который вызывал вот такой вот перегрузку правых отделов. Безусловно, но учитывая тот тотальный тромбоз, который мы видели у этой пациентки, прогрессирующий тромбоз, естественно, мы не решались до конца снять этот диагноз. Понятно. Так. Здесь... А вот когда вы сделали ультразвук, вот печень была увеличена или не была увеличена? Значительная гепатомегалия по данным ультразвукового исследования у пациентки... Да, потому что, я понимаю, прощупать вы ее не могли, но на ультразвуке печень не была увеличена. Значительной гепатомегалии выявлено не было. Понятно. Да. Вот. И было при... Также при компьютерном исследовании было выявлено сужение сегментарной ветви нижнедалевой артерии слева, ну, в том числе на фоне увеличенных бронхопульмональных лимфатических узлов. И это один из, наверное, тех факторов, все-таки локальное сужение было. Это нам тоже не позволило полностью исключить тромбоэмболию. Ну, это так, с большой натяжкой. С большой натяжкой, да, конечно. Значит, в качестве терапии пациентка получала антикоагулянт прямого действия гепарина максимальной дозе 20 единиц на килограмм в час внутривенно. По согласованию с фтизиатрами ей была назначена антибактериальная терапия ципрофлоксацином внутривенно 400 мг в сутки. Она получала инфузионную терапию для коррекции водоэлектролитного баланса. И по результатам получаемой жидкости она получала диуретическую терапию фурросимидом. Постоянно проводилась инсуфляция кислородом из расчета 5-6 литров в минуту через носовые конюли, ну и хирургическая обработка трофических язв. Несмотря на проводимую терапию, 5 июня в 9 часов 45 минут отмечено быстрое нарастание, резкое ухудшение. Я единственное, что не понял. Вы все-таки глюкокортикоид назначили или не стали назначать? Нет, мы глюкокортикоиды не стали назначать. На тот момент мы еще не имели лабораторного иммунологического подтверждения наличия у пациентки системной красной волчанки. А изменения в легких, в том числе деструктивную пневмонию, которую нам описывали, и отсутствие ответа от фтизиатра. Девочке были поставлены туберкулиновые пробы, взяты смывы, проводилось ПЦР-исследование. Мы воздержались от назначения цитостатиков и глюкокортикоидов. Сколько она провела у вас в больнице? 5 дней. Итак, вот следующий слайд, где уже дело дошло до исхода. В 9 часов 45 минут 5 июня 2017 года отмечено резкое ухудшение в состоянии пациентки, быстрое нарастание одышки, ортопное. По данным исследования кислотно-щелочного состояния отмечено снижение уровня PH, снижение парциального содержания кислорода, повышение уровня лактата и значительный дефицит оснований. В 10 часов зафиксирована брадикардия, остановка сердца, немедленно проведены реанимационные мероприятия, интубация трахея, девочка была переведена на искусственную вентиляцию легких, проводилось введение допамина из расчета 10 мкг на кг в минуту, адреналина, атропина, бикарбоната, натрия. Также в соответствии с протоколом была трижды проведена дефибрилляция, все три процедуры с повышением мощности были без эффекта. Реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут, эффекта было не достигнуто, эффект не был достигнут и в 10 часов 50 минут констатирована биологическая смерть. Спасибо. Вопросы есть какие-нибудь к доктору? Нет? Ну диагноз сейчас мы, диагноз, следующий слайд, я думаю с каким диагнозом вы отправили на секцию пациентку? Уважаемый Леонид Михайлович, поскольку у нас тут небольшой детектив, я позволю себе продолжить. После, в день смерти пациентки, я напомню, что пациентка погибла в 10 часов 50 минут утром, в течение дня мы получили результаты тестов, которые были нами взяты прижизненно, мы ожидали эти исследования. К сожалению, выполняются они ни часа, ни два, это не самые простые исследования. И нами были получены такие результаты, которые свидетельствовали о наличии у пациентки антифосфолипидного синдрома, подтверждали его полностью. И в том числе значительное повышение уровня антител к двуспиральной ДНК, а также значительное повышение уровня антинуклеарного фактора позволило нам подтвердить диагноз. Системная красная волчанка, к сожалению, посмертно, через несколько часов после констатации биологической смерти, и наличие у пациентки тяжелого вторичного антифосфолипидного синдрома. В этот же день мы получили заключение Центральной врачебной комиссии по туберкулезу Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департаментом здравоохранения. Комиссия рассмотрела все представленные исследования, данные по туберкулин-диагностике, которые мы проводили, а также результаты обследования семьи пациентки, и признала, что в настоящее время данных за туберкулез легких у пациентки нет. А интересно, а они какое-нибудь свое заключение по компьютерным томографам дали вам? Они вам предложили какой-то диагноз? Диагноз прозвучал как деструктивная пневмония по тому заключению, которое нам прислал Центр по борьбе с туберкулезом, и коллегиальное решение членов комиссии о том, что данных за активную туберкулезную инфекцию не получено. И таким образом, по результатам наблюдения и результатам обследования проведенных лабораторных тестов, нами был выставлен диагноз системная красная волчанка моносиндромное течение, вторичный антифосфолипидный синдром, тромбоэмболия легочной артерии, двусторонний или феморальный тромбоз, окклюзирующий инфрарональный тромбоз нижней пола и вены, сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная недостаточность третьей степени, трофические язвы левой голени, двусторонняя полисегментарная пневмония и ожирение третьей степени. Ну, а по-вашему, причина смерти непосредственно? Причиной смерти пациентки явился острый тромбоз, острая тромбоэмболия легочной артерии, которая развилась вследствие неконтролируемого тромбоза на фоне течения вторичного антифосфолипидного синдрома. Понятно. Ну, теперь мы можем предоставить слово морфологам, да? Пожалуйста, Алексей Николаевич. Только самое главное. Глубоко уважаемый председатель, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, результаты посмертного патологоанатомического исследования умершей пациентки 17 лет. При внешнем осмотре на нижней третьей голени два крупных язвенных дефекта, трофические язвы нижней конечности. При внутреннем исследовании грудной полости в обоих плевральных полостях многочисленные спайки между париэтальной и висцеральной листками плевры, признаки фибринозного плеврита. Да. Вот теперь картинка, иллюстрирующая макроскопическую картину легких стрелками, обозначены как раз те самые полости, которые были расценены как абсцессы. Действительно гной они не содержали, они были пустые. Такое впечатление сложилось при гистологическом исследовании в дальнейшем, что действительно это вскрывшиеся абсцессы. Это вы нам покажете? Вы нам должны доказать, что это абсцесс? Гистологической картинки, которая показывает непосредственно абсцесс, не будет. К сожалению, мы ее не включили. Хорошо, а чем вы нам сразу докажете, что это абсцесс? Расскажите нам, мы вам поверим на слово, что там была стенка выраженная, что там было. Помещаяся стенка организация абсцесса и небольшое количество сегментоядерных лейкоцитов присутствовало. Но не было гнойных мат, гнойных телец. Гной не был, действительно. Далее обращало внимание распространенные кровоизлияния и от электазы в легких. Причем при гистологическом исследовании стрелками отмечены темно-синие, почти черного цвета сигналы. Это гистохимическая окраска на железо по перлсу, это депозиты гемосидрина, что свидетельствует о довольно длительном процессе хронических кровоизлияния в легочную ткань. Из-за этого фона ни разу не было у нас даже кровохаркания. Кровохаркания, возможно, и не было, но совершенно точно эти депозиты гемосидрина указывают на то, что процесс длился как минимум несколько дней, возможно, недели, месяцев. А в легочной паренхиме вы увидели микробы? Вы покрасили это на микробы? Нет, нет, нет. В легочной паренхиме некрозов не было. Я могу даже сказать, что вот признаки, такие кровоизлияния диффузные, забегая немножко вперед, возможны при тромбоэмболии мелких и средних ветвей артерии малого круга. Гистологически такая картина наблюдается как раз при децидивирующих тромбоэмболиях мелких ветвей малого круга. Вот на этом слайде как раз показан сосуд артерия малого круга, нижняя вертикальная стрелка указывает на медию, это, собственно, сам диаметр сосуда, а белая стрелка маркирует организовавшийся тромб, и здесь видно, что даже процесс активной реканализации идет. Этому процессу, скорее всего, тоже несколько недель или месяцев. Это повсеместно во всей ткани легкого наблюдалось. Это где, по периферии? Нет, это наблюдалось везде, диффузно. Признаки воскулита были обнаружены, здесь иллюстрация по миокарду, на самом деле были обнаружены воскулиты также в фелезенке, в почках и в легких. Но здесь, помимо воскулита, в миокарде еще видна диффузная моноцитарно-макрофагальная и лимфоцитарная инфильтрация интерстиции, признаки продуктивного миокардита. И теперь картина патологических изменений в почках, которые, наверное, основное, эти изменения помогли нам с гистологической точки зрения поставить диагноз, потому что при микроскопическом исследовании была обнаружена выраженная мезангиальная пролиферация, вот стрелкой указана на пролиферацию клубочка, и здесь видно, что даже практически полностью снивелирована капсула Боумана. А вот эта вот пазокраска гистохимическая стрелкой указана в фокальной некроз сосудистых петель клубочка. В довольно значительном проценте клубочков отмечались такие фокальные некрозы, и изменения также были еще в интерстиции, в мозговом веществе почек обнаружены, в тубулярных канальцах обнаружены были инфильтраты лимфоцитарные, то есть признаки интерстициального нефрита были. Заметьте, что ведь все эти изменения ни клинически, ни практически, ни лабораторно никак не проявлялись при жизни из того, что мы услышали. А это вот иллюстрация, макроскопическое проявление диантифосфолипидного синдрома, это тромб ин-ситу в подвздошной вене, но здесь конкретно окклюзионный тромбоз подвздошно-бедренно-подколено-тибиального сегмента справа. Это микроскопическая картина гистологии этого тромба, тромб старый, с признаками выраженной организации. А это нижняя полая вена, в которой не был обнаружен тромбоз. Просвет абсолютно проходим, как и инфраренального сегмента, так и вышележащих отделов. При вскрытии легочной артерии, легочного ствола и легочной артерии, были обнаружены несколько организовавшихся тромбов легочной артерии. Вот гистологическая картина, это тоже процесс старый. Но это эмбл? Нет. Или это тромб? Нет, это тромб. Тромб на месте, ин-ситу. Да, да, да. То есть это тромбоз? Это тромбоз, да, но это после извлечения тромб-эмбл, который я проиллюстрирую в конце сейчас. Да, это именно тромб. Это его гистологическая картина. А вот это вот как раз непосредственная причина смерти тромбоэмболии легочного ствола, легочных артерий и их ветвей. Причем массивный процесс. Но очень свежий, судя по всему. Да, который заполняли все ветви вплоть до сегментарных. И справа, и слева. То есть выполнен был и ствол, и артерии, и ветви. Вот на основании всего сказанного сформулирован диагноз следующим образом был. Системная красная волчанка, проявившаяся следующим. Продуктивный воскулит сосудов сердца, легких, селезенки, почек. Очаговый продуктивный миокардит с очагами некроза и склероза миокарда правого и левого желудка в сердце. Мезангиопролиферативный гломеролонефрит с очагами фибриноидного некроза сосудистых петель-клубочков. Интерстициальный нефрит с формированием фолликулоподобных структур. Гиперплазия селезенки периферических лимфатических узлов. Также адгезивный плеврит, трофические язвы нижней трети левой голени. Антифосфолипидный синдром, проявившийся в свою очередь окклюзионным тромбозом тибиально-подколенно-бедренно-подвздошного сегмента глубоких вен правой нижней конечности. Продолженный тромбоз тибиально-подколенно-бедренного сегмента глубоких вен левой нижней конечности. Организованные пристеночные тромбы правой и левой легочных артерий. Фибриновые тромбы в сосудах микроциркуляторного русла сердца, легких селезенки почек. И отдельный пункт, который помог нам в постановке диагноза, те результаты иммунологического исследования, которые были получены после смерти. Это диагностические титры антинуклеарных антител. Ну это мы уже слышали. То есть вы считаете, что те данные, которые вы получили, позволяют вам с уверенностью говорить именно о системной красной волчанке? В комплексе да, особенно если учитывать картину изменений в гламировалах, в почках. По классификации ВОЗ эти изменения подходят под третий класс. Люпус нефрита. В основном почки да, ну и плюс иммунология конечно. Понятно. Осложнение тромбоэмболии легочного ствола и ветвей легочных артерий, субтурации просвета, двусторонняя деструктивная серозно-дисквомотивная бронхопневмония с формированием абсцессов, общевенозная полнокровие, мускатная печень, гипертрофия миокарда правого и левого желудочка, особенно правого, там толщина в два раза больше была, отек вещества головного мозга, сопутствующие состояния ожирения третьей степени, субэнтокардиальный липоматоз миокарда правого желудочка. И эпикрис сформулирован следующим образом. Смерть девочки с системной красной волчанкой, ведущим патогенетическим длинном которой явилось развитие антифосфолипидного синдрома с формированием многочисленных абтурирующих тромбов в глубоких венах правой и левой нижней конечности, натупило от тромбоэмболии ствола и ветвей легочной артерии. Понятно. Хорошо. Спасибо. Тогда мы передаем слово Леониду Спартаковне, как главному детскому ревматологу, и тоже попросим у нее заключение, достаточно ли данных для установки именно СКВ. Уважаемый Леонид Михайлович, уважаемые коллеги, конечно, много нам сегодня специалисты рассказали в разных нюансах, но сомнение остается, хотя с патологоанатомой спорить не принято. Принято, принято. Почему? Тем не менее, конечно, как клиницистам мы все-таки сомнения большие в отношении системной красной волчанки. Тут можно говорить об антифосфолипидном синдроме. Ну и я понимаю, что уже долго не придется останавливаться, но все-таки в последнее время это очень актуальная тема. Совсем недавно на северо-западной конференции тоже рассказывали о девочке-подростке, погибшей от антифосфолипидного синдрома в городе Хабаровске. Причем она наблюдалась как у ревматологов в этом городе, так и в Японии. Не спасли девочку. Есть недооценка состояния. И здесь мы видели с самого начала. Недооценка состояния со стороны врачей, недооценка ее состояния со стороны родителей. Очевидно совершенно. Вот все врачи должны знать. И действительно, никакого гениального прорыва, может быть, от специалистов не было. Они просто знали, что действительно у ребенка, подростка, это здесь просто элементарное знание таких ситуаций. У девочки-подростка отек ног, появление трофических язв. Это в первую очередь нужно исключать антифосфолипидный синдром, антропофилию. И по этому поводу в последнее время очень много говорят и у нас Надежда Степановна Подчерняева, и специалисты-гематологи Морозовской больницы. Это действительно очень правильно, что мы сегодня это обсуждаем. К этому реально нужно привлекать внимание. Так что такое антифосфолипидный синдром? Это клиника-лабораторный симптомокомплекс, который проявляется всего лишь венозным или артериальным тромбозом у молодых женщин, у которых чаще всего это бывает рецидивирующими невынашиванием беременности, да, и наличием в крови антител. Антифосфолипидные антитела, вот они приведены здесь, и практически все они у нашей девочки были подтверждены. Интересно, сочетание антифосфолипидного синдрома системной красной волчанки, встречаются действительно антифосфолипидные тела в 60% случаях, и более даже наиболее значимой ассоциацией с антикартиолипидными класса ИГДЖИ, бета-2-гликопротеином и волчаночным антикоагулянтом. Причем волчаночный антикоагулянт выявляется только при системной красной волчанке у 12%, при этом тромбоз и наличие антифосфолипидных антител у 80%, а при отсутствии тромбоза всего лишь у 18%. Классификационные критерии антифосфолипидного синдрома, но останавливаться не буду, это все то же самое, что в определении звучало, наличие сосудистых изменений и лабораторные критерии. Причем диагноз ставится при наличии одного клинического, одного лабораторного критерия. Я думаю, что антифосфолипидный синдром здесь сомнений никаких не вызывает. Возможно его осложнение, вот в том числе язвы голени, стоп и многие другие, которых доктора наши ревматологи не видели. Ни леведа, ни таких выраженных воскулидов, дигитальных некрозов, ничего этого не было. Венозный тромбоз тоже входит в АФС, это тромбоз глубоких вен, шейных вен, портальный вен, нижний полный вен и так далее. Но надо сказать, что тромбоз может поражать и другие органы и системы, это прежде всего инфаркты. И вы видите здесь возможные поражения инсульта, поражения ЦНС, поражения легких. При антифосфолипидном синдроме стойкая выраженная легочная кипертензия, вследствие венозной тромбоэмболии, непосредственно тромбоза легочных сосудов, инфаркты легких, альвеолярные геморрагии. Практически то, о чем мы сегодня слышали. Значит, первичный или вторичный? Вот это большой вопрос. Первичный АФС развивается у лиц без аутоиммунных заболеваний, вторичный у пациентов с ревматическими аутоиммунными заболеваниями, кроме этого со злокачественными патологиями, на фоне некоторых терапий, например, лекарственных препаратов. И, значит, важный момент, что первичный антифосфолипидный синдром иногда трансформируется во вторичный. Есть такие большие, так сказать, наблюдения, когда в течение лет и даже десятилетий у 5-10% людей происходила трансформация с первичного во вторичный антифосфолипидный синдром. Он является единственным проявлением какого-то заболевания, скорее всего, аутоиммунного, которое само проявится гораздо позже. Или не проявится. Или не проявится. Например, в течение многих лет человек может страдать бронхиальной астмой, а потом через 10 лет выясняется, что у него узелковый пелиартериит. И вот в течение многих лет он может проявляться только бронхиальной астмой. И у человека лечат от бронхиальной астмы. А потом это все выливается, например, в узелковый пелиартериит, и становится ясно, что эта астма была с самого начала симптоматической. Дополнительными факторами риска возникновения тромбоза. Все, что у нашей пациентки. Ожирение, артериальная гипертензия. Ну, там, единственное, не все может быть, не весь симптом, а комплекс. Гиперхолестеридемия, метаболический синдром, гиподинамия, активный пубертат. И мне все-таки кажется, еще нужно задуматься, а не было ли здесь катастрофического антифосфолипидного синдрома. Потому что при описании патологоанатомов упоминаются тромбозы. И в легких, и в сердце, и в почках. Параллельно с изменениями, характерными для системной красной волчанки. Катастрофический антифосфолипидный синдром – это быстро развивающийся, поражающий 3 и более систем в течение не более 7 дней. В отношении протоколов введения пациентов с антифосфолипидным синдромом, ну, здесь комментировать, в общем-то, нечего. Это действительно основные препараты, вот первичные антифосфолипидный синдром – это гепарин и варфарин. Если говорить о вторичном, то же самое варфарин, низкомолекулярный гепарин, антиагреганты. Но если мы говорим о катастрофическом, то тут уже, даже не касаясь системной красной волчанки, входят в комплекс препаратов и иммуносупрессанты, и плазмоферез, и внутривенный иммуноглобулин, и даже обсуждается возможность использования ретоксимаба. В отношении системной красной волчанки клинически мы, по сути, не видели ничего. Не было ни кожных проявлений, вот последняя классификация 2012 года, да, не было ясфолостертоно, Суня Эриковна об этом уже подробно говорила, алопиций, синовит, артрит, вот в отношении сирозита. Можно ли назвать этот плеврит, который у нее был связанным с процессом системной красной волчанки? Он был адгезивным, он был сухим. Ну, поражение почек тоже клинически никак себя не проявляло, неврологическая гемолитическая анемия, гематологические изменения, только уже в предтерминальный период мы видим у нее падение тромбоцитов, некоторое снижение лейкоцитов, что тоже диагностическим критерием не является. А зато иммунологические критерии практически в полном объеме, и антинуклеарные антитела, антитела к ДНК, антифосфолипидные антитела, все, в общем-то, было. И таким образом, для постановки диагноза нам нужно 4 критерия, в том числе не менее одного клинического. А вот все клинические проявления кажутся очень сомнительными. Теперь давайте не забывать, что когда мы говорим о волчаночном нефрите, у него же даже есть отдельно выделенный люпус нефрит. Ну, конечно. Это же не просто так. Он, как правило, да почти всегда, ну, может быть, кто-то видел без, это высокая гипертензия. Когда эти дети иногда просто умирают от инсультов, у них высокая гипертензия, с которой очень тяжело справиться. И вот эти люпус нефриты, болчаночные нефриты, они протекают очень злокачественно. Поэтому то, что здесь вот такие морфологические изменения никак не сопровождались ни клиническими, ни лабораторными, мне кажется, одно это делает этот случай таким вполне казуистическим. Ну вот, теперь что в целом, какое мое мнение по поводу этого случая. Действительно, данных о дебюте заболевания практически нет. Я тоже могу, так сказать, солидаризироваться с вами по поводу того, что недооценено было состояние ребенка в Твери, необходимо было дообследование в условиях стационара. На вторые сутки пребывания в Морозовской больнице она уже осмотрена и гематологами, и ревматологами. Предложено проведение дифференциальной диагностики антифосфолипидного синдрома, системной красной волчанки, антиассоциированного воскулита и исключения туберкулеза. К сожалению, мы слышали уже, что все результаты были получены в день смерти ребенка. На мой взгляд, классической картине системной красной волчанки данный случай не соответствует. Да, мы знаем, что у ряда пациентов с первичным антифосфолипидным синдромом происходит трансформация во вторичный. Возможно, мы ее застали именно в этот период. Предположение о диагнозах выспазано нашими специалистами практически сразу же при поступлении в Морозовскую больницу. И, на мой взгляд, если бы это предположение, самое главное, обследование было бы проведено уже при первом обращении в Азербайджане или хотя бы в Твери, то, может быть, прогноз можно было бы как-то предотвратить такой неблагоприятный. Спасибо большое. И, ну да, что летальный исход уже в тех условиях, когда она поступала в Морозовскую больницу, был непредотвратим в связи со сроками обращения. Ну, спасибо большое. Ну, учитывая, что уже было сказано, что она находится в возрасте между детским и взрослым, я все-таки, Евгений Валерьевич, хотел услышать ваше мнение по этому поводу, чтобы мы... Ну, можно прямо от микрофона, Женя, там от первого. Я бы поддержал Елену Спартаку, но, на мой взгляд, здесь говорить о клинической, действительно, системной красной волчанки нету оснований. Действительно, иммунология была, и кроме иммунологии больше ничего не было. Значит, мы знаем, на самом деле, что иммунология системной красной волчанки может появиться за несколько, за 5, за 8 лет. Обычно антителок ДНК появляется до развития клиники, но во многих случаях клиника и не развивается, несмотря на персистирование антителок ДНК. Поэтому, действительно, наверное, у этой девочки был риск развития системной красной волчанки, но ввиду отсутствия клиники говорить о том, что она у нее уже развилась, так сказать, нет. Умерла она, так сказать, нет системной красной волчанки как таковой. В любом случае, была она или не была, умерла она, получается, антифосфолипидного синдрома. Я бы еще на один аспект обратил внимание. Так сказать, если вот по всей истории наблюдения за пациенткой наблюдается рост циреактивного белка. Он все больше, 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 и финальный уже у нас 700 с лишним миллиграмм на литр, что, в общем-то, так сказать, совершенно астрономическую цифру представляет. По сути, это септический уровень, поэтому с учетом истории с легкими, я бы, честно говоря, в качестве варианта предложил бы, что у барышни был инфицированный тромбоз. И она посыпала легкие небольшими инфицированными эмболами, отсюда перенесенные, так сказать, и самоизлеченные абсцессы, и, так сказать, множественные мелкие набитые эмболами легочные сосуды. И, по сути, так сказать, вот такой вот неуправляемый тромбоз, поскольку он, так сказать, имеет еще один фактор. Евгений Валерьевич, а вот антиволчаночный антикоагулянт является ли он специфическим для СКВ? Нет, абсолютно. То есть это в принципе... Просто чтобы у нас с вами не возникло, почему я задал этот вопрос ревматологу, чтобы у нас не возникло ошибочного представления, что если он называется волчаночным, то он является специфическим для СКВ. Это не так. Это не так, и он и антикоагулянтом не является, и волчаночным не является. Это просто чисто исторически, так сказать, такая... Ну, просто мне хотелось, чтобы вы об этом сказали, чтобы не сложилось обманчивое впечатление. Просто одна из разновидностей антител, которая определяется не иммунологической реакцией, а коагологической, только всем. Да. Теперь вот все-таки то, что нашли морфологи и в почках, и в сердце, они все-таки нам говорят о неком системном воскулите, который был. Насколько он характерен для волчанки, или для чего он мог бы быть характерен еще, если это не волчанка? Системный воскулит не характерен, в принципе, для волчанки. То есть там воскулиты бывают. Там воскулиты обычно, так сказать, лейкоцитокластический вариант воскулита может наблюдаться. Ну, он действительно относительно специфичен в почках. Но я не могу сказать, чтобы вот мизангиопролиферативный вариант был, так сказать, абсолютно специфичен именно для волчанки. Вот, поэтому, ну, это, ну, к морфологам, опять же, так сказать, может быть, они лучше прояснят, насколько это специфично для волчанки. Вот, но такой вот распространенный, тем более с инфильтрацией диффузной миокарды, это, скорее, все-таки септические дела, чем волчаночные. Спасибо. Так, ну что, пожалуйста, Константин Леонидович, Вы, как гематолог, несколько слов скажите. Уважаемый Леонид Михайлович, уважаемые коллеги, действительно, надо говорить уже несколько слов, потому что предыдущие докладчики... Микрофон, кстати. А, извините. Так, уважаемый Леонид Михайлович, уважаемые коллеги, ну, предыдущие докладчики действительно довольно полно все рассказали о данном случае, клиническом случае. Но я хотел бы тоже несколько слов об этой ситуации сказать. Об этом... Как, где тут? Ну, учите, на что нажимается. Я наспорт, так ли? Извините. Где тут? Скажите, здесь. Ага, вот это вот. Ну, и вот это, она стерта просто, ага. Что хотелось бы, как бы, на чем остановиться, буквально на нескольких слов. Ну, по поводу этого пациентки. Во-первых, в анамнезе длительность общего заболевания, как бы, не менее полутора лет. Появление признаков тромбоза не менее одного года. То есть, как бы, это заболевание уже не свеженькое. Основные синдромы, которые обращали внимание, это длительное нарушение венозного оттока из области нижней конечности и появление признаков дыхательной недостаточности. Ну, возможно, тромбоэмболии легочной артерии. Какие возникали вопросы? Это причина тромбоза, характер поражений легких. Ну, про терапию немножко оставим в покое. Причины тромбоза у детей, они различны. Значит, наиболее значимые причины тромбозов у детей, это установка центрального венозного катетера, течение инфекционного процесса, онкологические заболевания, системные заболевания средней ткани, о которых, ну, тут уж довольно много говорили, и наследственный или приобретенный дефицит естественных антикоагулянтов. Ну, в данной ситуации здесь это не доказано. Какие терапевтические подходы при тромбозах мы имеем? Значит, это гепаринтерапия на первом месте стоит. Эффективность нефракционированного и низкомолекулярного гепаринов, они сопоставимы. Выбор препаратов, как правило, зависит от конкретной клинической ситуации. Вот, антагонисты витамина К, варфарин, он только используется, как либо при длительной первичной, либо при старичной профилактике тромбозов. Как в лечении острых тромбозов он не используется. Тромболизис, ну, это препарат выбора при артериальных тромбозах и тромбоэмболии легочной артерии. Эффективность высокая при свежих артериальных тромбах. Ну, и хирургическое лечение, это тромбоктомия, установка кавофильтров. Ну, пока в педиатрии эти ситуации еще не отработаны. А тактика лечения пациентки, в чем она была? Это лечение, в первую очередь, антикоагулянтное. То есть, при поступлении, ну, в принципе, еще с момента нахождения в городе Твери, она получала лечение гепарином, нефракционированным гепарином. Ну, здесь у нас производил, конечно, подбор дозы и постоянный контроль АЧТВ и антидействие активности. Вот. Тромболитической терапии не проводилось. Почему? По-прежнему. Потому что ей это значительная давность заболевания. Ну, и высокий риск, особенно, легочного кровотечения в связи с очагами деструкции легочной ткани. Хирургическое лечение. Это установка кавофильтров. Технически она невозможна. Потому что окклюзия нижней половой вены до уровня устьев, почечных вен и механического удаления тромбов тоже в данной ситуации не показана. Ну, гибель пациента в основном как бы наступила от острой массивной тромбоэмболии легочной артерии. Источник тромба, как показали, что это нижняя полая вена. Невозможность проведения тромболизиса и хирургического вместительства в данной ситуации с физистом с таким тяжелым лечением тромбоэмболии легочной артерии. Ну, как бы в заключение, что хотелось отметить. То, что нет адекватной диагностики было и терапии до момента поступления в стационар города Твери. Низкое качество и песновые эпикризы не позволяют определить уровень или адекватность проведенного обследования и лечения. И на момент поступления в Морозовскую детско-городскую клиническую больницу терапевтические возможности по лечению тромбоза были крайне ограничены. Спасибо. Так, Михаил Арамович, прошу вас, как сосудистого хирурга. Ну, я думаю, повторять все уже не надо. Сука, со своей стороны, пожалуйста. Да, глубоко уважаемый Леонид Михайлович, глубоко уважаемые коллеги, я позволю себе не останавливаться на том, о чем уже подробно сказали предыдущие докладчики, и коснуться только той части, которая касается того, была ли возможность и вообще необходимость какой-либо кардиохирургической помощи этому ребенку со стороны тромбоза глубоких вен. Ну, во-первых, все мы, хочу начать с того, что в современной медицине мы все стремимся к тому, чтобы работать по протоколам, по тем рекомендациям, которые разработаны. И здесь приведены утвержденные советом экспертов российские рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений. И мы видим, что на первом месте стоит необходимость антикоагулянтной терапии как основы лечения пациентов с тромбозом глубоких вен, которая должна быть начата заблаговременно еще до даже инструментальной верификации диагноза, только если есть клинические проявления и подозрения. И самое важное, наверное, то, что на сегодняшний день эксперты считают совершенно неоправданным рутинное использование кавофильтров. Мы помним те времена, они были не так давно, когда кавофильтры устанавливались поголовно всем пациентам, которые имели венозные тромбозы, как поверхностные, так и глубокие. И вот эти отечественные рекомендации, которые я здесь привожу, они полностью соответствуют рекомендациям мировым всех ведущих американских и европейских ассоциаций кардиологов и радиологов. Что касается длительности и непрерывности терапии антикоагулянтами при тромбозе глубоких вен, то это длительная терапия. Она должна проводиться не менее трех месяцев, и мы видим также, что продление на неопределенно долгий срок среди примечаний есть тот самый антифосфолипидный синдром, который, как мы знаем, уже был у этого пациента. Но кратко вернемся к хронологии событий. Еще 6 мая, когда ребенок поступил в Тверскую областную клиническую больницу детскую, ему было правильно установлено то патологическое состояние, которое в итоге и привело к смерти пациента, то есть острый окклюзионный или феморальный тромбоз. И надо сказать, что была начата абсолютно адекватная терапия в адекватных дозах гепарином, которая проводилась вплоть до 22 числа. Однако анализ первичной документации из города Твери показывает, что слишком много внимания врачи Тверской больницы уделяли именно попыткам перевода ребенка в другой стационар. Сначала вызывался сосудистый хирург, который подтвердил правильность лечения и отсутствие необходимости в какой-то хирургической тактике ведения пациента. Затем была попытка перевода пациента во взрослый кардиохирургический стационар в городе Твери, где тоже был получен отказ в связи с отсутствием показаний для хирургического лечения. И следующим уже оказалось РДКБ, которое прислало ответ на запрос тверских врачей о готовности принять ребенка 23 мая на консультацию, в связи с чем 22 мая ребенок был быстренько выписан из больницы. Дальше события мы знаем. В РДКБ ребенку отказали в госпитализации, бригадой скорой помощи он был переведен в Морозовскую больницу, где произошли те фатальные осложнения, о которых мы уже знаем. Но возникает вопрос о тех самых 8 днях, когда мы ничего не знаем о судьбе этого ребенка и вполне оправданные подозрения на то, что именно в этот период ребенок не получал никакой должной терапии. Не антикоагулянтной терапии, тем более, что предыдущую госпитализацию на протяжении практически двух недель это была непрерывная внутривенная инфузия гепарина. И можно с уверенностью говорить, что именно этот период и явился тем самым пусковым механизмом фатальных изменений, потому что если мы посмотрим на результаты ультразвукового дуплексного сканирования из города Твери, то мы видим, что тромбоз был лишь до уровня подвздошных вен. Нижняя полая вена была проходима, и в первый день госпитализации в Морозовскую больницу мы видим уже проксимальный тромбоз нижней полой вены до уровня впадения почечных вен. Надо сказать, что врачи в Морозовской больнице также думали об установке кавафильтра, видя столь прогрессивный быстрый проксимальный тромбоз уже по жизненным показаниям, и привлекали для этого сосудистого хирурга. Однако тромбоз инфраринального отдела нижней полой вены является абсолютным противопоказанием к установке кавафильтра, а здесь в этой ситуации уже сделать было ничего нельзя. Вообще, что касается установки кавафильтра, то в 2014 году на Европейском съезде кардиологов были приняты гайдлайны по диагностике и лечению острых тромбоэмболий легочной артерии. И мы видим, что кавафильтры следует рассматривать как вариант лечения только при абсолютном противопоказании к антикоагулянтной терапии. И рутинное использование кавафильтров в этой ситуации при тромбозе глубоких вен и даже у пациентов с рецидивирующими тромбоэмболиями легочной артерии не рекомендуется. Класс рекомендаций 3 уровень доказательности А говорит нам о том, что этот метод лечения неэффективен, с очень низкой эффективностью. Теперь, что касается оценки вероятности тромбоэмболии легочной артерии при тромбозе глубоких вен, существуют различные индексы. Вот один из них это индекс Женева, где по клиническим признакам мы можем предугадать, какова вероятность развития тромбоэмболии легочной артерии. И мы видим, что в Тверской больнице она соответствовала по трехуровневой шкале средней степени вероятности. И при приступлении в Морозовскую больницу уже набиралось 12 баллов, что говорило о высокой вероятности тромбоэмболии легочной артерии. Аналогичный индекс Уэлса показывает нам точно такие же цифры. Средняя степень вероятности в Твери и высокая степень вероятности в Морозовой больнице. Уже отчитывая то, что тромбоэмболия легочной артерии состоялась, существует общепринятая Европейская ассоциация кардиологов шкала ПЕСИ, которая позволяет нам оценить вероятность смерти при тромбоэмболии легочной артерии. И также по суммированию количества баллов мы видим, что в Тверской больнице это был на границе второго и третьего класса, то есть от низкого уровня низкого риска смерти до умеренного риска смерти. И при поступлении в Морозовскую больницу уже цифры больные зашкаливали, 157 баллов, что говорило о очень высоком риске смерти от тромбоэмболии легочной артерии. Какие можно сделать выводы из этой достаточно поучительной истории? Во-первых, конечно, совершенно необоснованные попытки перевода пациента при правильно установленном патологическом состоянии абсолютно адекватной терапии. То есть врачи вместо того, чтобы направить свои усилия на поиск этиологической причины того, что у молодой девушки развивается столь массивный тромбоз глубоких вин нижней конечности, немножко ушли в другом направлении с попытками перевода этого ребенка. И как следствие вот этот перерыв антикоагулянтной терапии, несомненно, привел к прогрессированию максимального тромбоза, что и стало причиной смерти. Спасибо. Так, Елена Леонидовна, вы согласны с выводом коллеги из Морозовской больницы? Да. Вы что-нибудь добавите? Да. Нового? Сейчас, я постараюсь. Значит, в клинических рекомендациях по ревматологии говорится о том, что существует шесть вариантов системной красной волчанки. Но, учитывая возраст нашего пациентки, можно говорить о СКВ с дебютом в детском возрасте, характерно острое течение с быстрым развитием полиорганной недостаточности, и СКВ с антифосфолипидным синдромом. Причем антифосфолипидный синдром при этом предшествует клинической картине, и как раз характерно, ну, понятное дело, что и венозные артериальные тромбозы. Значит, то, что уже показывали, критерии Американской ревматологической ассоциации, что мы имеем у нашей пациентки, ну, вот, в принципе, красным отмечено то, что мы имеем, и поражение почек, вот здесь мнения разошлись. На мой взгляд, здесь действительно присутствует мезангиопролиферативный гламиролонефрит, и если посмотреть материалы, которые нам присланы из истории болезни, то в Твери наблюдалась небольшая протеинурия в одном из анализов мочи, точнее, он был единственный, а в Морозской больнице эритроцитурия 250, в поле зрения было эритроцитов. То есть мы эти изменения видели. Значит, существует морфологическая классификация волчаночного нефрита, это классификация ВОЗ, и здесь вы видите те проявления, которые могут быть. Ну, вот второй класс – это лёгкая гематурия протеинурия, третий класс – очаговый пролиферативный гламиролонефрит, умеренный гламиролонефрит проявления. То есть у нас вот второй, третий класс. Значит, это так схематически показано, почему бывают разные классы, потому что в разных местах откладываются иммунные комплексы, в зависимости, если в мизангии, то это самое лёгкое течение, ну и самое тяжёлое течение – четвёртый класс, где иммунные комплексы откладываются везде, эндотелиальные, субэпителиальные. Но тем не менее, если мы говорим о волчанке, мы говорим о болезни циркулирующих иммунных комплексов. Потому что у нас с вами ещё есть болезни фиксированных иммунных комплексов, а это циркулирующие иммунные комплексы. Ну, это именно вот картинка, как изображён волчаночный нефрит в любой ситуации. Дальше при гломеролонефрите считают индекс активности, считают по пролиферации мизангиальных клеток, ну и здесь вот изложены все эти баллы. У нас был фибриноидный некроз, он варивается количество баллов, поэтому получается индекс активности не очень высокий, но тем не менее 10 баллов. И дальше подсчитывается индекс активности гломеролонефрита, подсчитывается объём поражения клубочков и хронизация гломеролосклероз. В нашем случае гломеролосклероз был в единичных клубочках, поэтому, конечно, индекс хронизации здесь небольшой. Ну а дальше всё-таки помимо тех изменений, которые мы показали, морфологические изменения были характерны для поражения селезёнки. Это классическая фотография, переартериальный луковичный склероз. Эта картинка присутствует во всех учебниках по патологической анатомии. Ну а поражение сосудов вы уже видели, мы уже об этом говорили. И вот что касается фибринозного плеврита. Здесь вот это так выглядит плеврит. Но вот, к сожалению, здесь не работает эта штучка. А, всё, да, вот работает. Вот резко утолщена плевра, и мы видим в плевре воспалительные изменения. Ну и здесь вот как бы тоже менее выражены, но тем не менее эти изменения присутствуют. А для волчанки характерен именно адгезивный плеврит? Фибринозный плеврит. Фибринозный плеврит. Фибринозный, ну в данном случае фибринозный плеврит. Характерен сирозизм. Для волчанки. Для волчанки. Характерен. Ну и вот, получив такие иммунологические исследования, конечно, ну, мне кажется, что мы с большой долей вероятности ставим такое заболевание. Это, ещё раз, я не могу не показать непосредственную причину смерти, потому что это тоже такая студенческая фотография тромбоэмболии лёгочной артерии. Вот, и как бы... Вы согласны с вашей коллегией? Я согласна, да. Единственная вот форма, мы, конечно, здесь совершенно не имеем аномастических данных, существуют три формы красной волчанки. Течение острое, подострое, первично-хроническое. И вот первично-хроническое, это как раз превалирование антифосфолипидного синтеза. Лена Леонидовна, а вы стёкла лёгких видели? Видела. Вы согласны, что это абсцессы лёгких? Там, там, нет, ну это не абсцесс, там грануляционная ткань. По всей видимости, там они когда-то были. Ну как, куда они делись? Понимаете, мы вообще не знаем аномна за этого ребёнка. Нет, нет, ну мы же все в равном положении. Меня интересует, мы же все в равном положении. Меня интересует, я вам задаю вопрос. Вы видели стёкла лёгких? Да. Можете ли вы сказать, что вы видели картину типичных абсцессов? Неважно, опорожнившихся, не опорожнившихся. Нет, я не могу сказать. Не можете сказать. А что за деструкцию вы видели? Деструктивную пневмонию? Я не ставлю здесь деструктивную пневмонию. Не, не, на минуточку, деструкция же была, там дырки в лёгких были? Где у нас доктор из Морозовской? Дырки были в лёгких? Да. Дырки были. В стенке абсцессов кто-то видел? Да, конечно. Там грануляционная коне. Грануляционная? Ну... Понятно. Так, ясно. Так, прошу вас, извините, я вас перебил. Ну, да, нет, конечно, я хочу сказать, что этот диагноз достаточно сложно ставить. И случай детский, это, конечно, тоже условно детский, но мы, и Морозовская больница, Алексей Николаевич, мы, конечно, консультировались с морфологами, специалистами в области ревматических заболеваний, потому что мы брали на себя всё-таки ответственность, ставив такой диагноз, и, в принципе, морфологи в этой ситуации были с нами согласны. Спасибо. Олег Олегович, вы что-нибудь скажете? Вы согласны с вашими коллегами? Я не понял, воскулисты будут системы или нет? Хотя, когда он утром в лёгких, а там воскулисты будут. А воскулисты будут, как или нет? Значит, насколько мы поняли, Олег Олегович, вот артериального компонента, артериального компонента коллеги не видели. Так, и ещё что, Олег Олегович? Олег Олегович, все данные, какие были, нам изложили. Только у мужчины большого возраста, что ещё больше сомнений нам прибавляло. То есть, если кто не слышит, я переведу слова Олега Олеговича. Я не могу понять, а что вообще, там 15-16 лет обычно демотрампозы развивают? Да. Ну, мы не ставим под сомнение развитие антифосфолипидного синдрома, Олег Олегович. Да, я думаю, что здесь не имеет значение СКВ, это не СКВ, для анального того, как надо было обследовать девушку, лечить импотажную девушку. Да. Так, есть ещё у кого-нибудь мнения, отличные от лечащих докторов? Ну, давайте тогда попробуем заключить. Всё оказалось не так просто. Но я бы начал вот с чего. Давайте мы всё-таки обратим внимание, я хотел бы наших морфологов, они нам, собственно, сами об этом и сказали, что да, конечно, смерть пациентки наступила от массивной тромбоэмболии. Правда? Но вот то, что было до того, это были не эмболы. Я специально это уточнял. Правильно ведь? Это были тромбозы в лёгочной артели, но не эмболы. Вот если бы на протяжении полутора лет у неё были вот такие лецидивирующие тромбоэмболии или этим тромбозом было бы много лет, вот таких вот морантическим тромбозом, то мы бы с вами имели действительно картину хронического лёгочного сердца с хронической правосердечной недостаточностью. Но на мой вопрос, была ли увеличена печень, на мне доктора ответили, что по данным ультразвука печень увеличена не была. А какой правосердечной недостаточности в течение полутора лет, если она хронически подстреливала, и если там были эмболии такие вот хронические, как могло не развиться вот такое вот реально лёгочное сердце, хроническое, с правосердечной недостаточностью? На этот вопрос у нас пока ответа нет. Нет ответа ещё на один вопрос. Я ведь кто про что, вшивый пробаню. Я ведь не зря отдаю, всё время вас спрашиваю. Так вот были ли там истинные абсцессы в лёгких, или их не было? По компьютерной томограмме, конечно, никаких абсцессов реальных в лёгких не было. Были дырки, но не каждая дырка в лёгких является абсцессом. Вот если бы я не знал про антифосфолипидный синдром, который, конечно, сомнений не вызывает, только нам непонятно, что с чего началось. Так вот, я бы сказал, что такие лёгкие, такая лингеновская картина, она характерна для деструктивной пневмонии, но не абсцидирующей. Вот такая картина характерна для стафилококковой деструкции, прежде всего, или от деструкции, вызванной клепсиелой, от фредлендеровской пневмонии. Но здесь я бы склонялся именно к стафилококковой деструкции, потому что клепсиела, снимки, вот эти дырки, извините, у лёгких за терминологию, они выглядят иначе. Они идут от корня к перифилии, а у вас здесь вот эти вот дыры, а это действительно выглядит как сыр. Когда вы делаете разрез этих лёгких, то это как сыр. Но никакой истинной стенки абсцесса, истинной стенки абсцесса там не бывает. Вы мне скажете о том, что действительно бывают абсцессы, тонкостенные. Ведь что такое абсцесс? Для того, чтобы он сформировался, должна быть гипериммунная реакция. Это же реакция гипериммунитета. Это нужно, чтобы гной отграничился, формируется толстая стенка, туда идёт огромное количество лейкоцитов, выделяется коллаген, и образуется истинная стенка. Такие вещи, когда это не образуется, бывают у больных с резко сниженным иммунитетом. Вот, например, на фоне длительной химиотерапии у больных онкологических, такие вещи могли бы быть. Но в данном случае истинных абсцессов вы не видели. И то, что вы нам показали на макропрепарате, уже точно говорит, что это дыры, но это не истинные абсцессы. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, речь шла о тромбофлебите, действительно нижних конечностей, об инфицированных тромбах, которые могли привести к амболизации, а дальше, дальше речь шла о тяжёлом лёгочном процессе, который так и не был диагностирован. А все остальные истории, они могли быть уже вторичными. Моя гипотеза имеет ровно столько же прав на жизнь, сколько и ваша, и я не претендую на то, что она истинно в последней инстанции, но такая рентгенологическая картина в лёгких, поверьте, это нечастое явление. Вот где рентгенолог у нас? Согласитесь, что ведь не так часто вы видите такие картины, и уж на абсцидирующую пневмонию вряд ли это похоже. Понимаете? Не обратить на это внимание, ведь там половины лёгкого нет, половина лёгкого съедена. Это бывает ещё при одной ситуации, связанной с воскулитами, но такими артериальными воскулитами, когда мы говорим о так называемой болезни исчезающего лёгкого. Вот мы как-то видели несколько лет назад с Еленой Юрьевной Васильевой болезни исчезающего лёгкого, так называемый синдром Маклеуда. Но это всё-таки, он не сопровождается какими-то воспалительными вещами. Это просто постепенно исчезающая лёгочная ткань на фоне отсутствия трофики. Это редкая вещь, но она тем не менее бывает. Поэтому, имеем ли мы право здесь поставить системную красную волчанку? Ну, раз морфологи считают, что у них достаточно для этого оснований, мы не будем, конечно, с ними в данной ситуации спорить, но я никогда, и поскольку я это видел многократно, чтобы системная красная волчанка, которая невозможна без поражения почек, иммунокомплексное поражение почек, оно в данной ситуации, в красной волчанке, сопровождается всеми признаками такого люпус-нефрита. Это прежде всего, безусловно, гипертензия артериальная, очень тяжелая, труднокупируемая, и особенно у женщин молодых, вообще красная волчанка – это болезнь молодых женщин в большей степени, труднокупируемая, полисирозиты, без которых трудно себе представить, ну вот здесь адгезивный плеврит, но ведь фибринозный плеврит, но согласитесь, он был с одной стороны, и именно с правой, с левой стороны, где были самые выраженные лентгенологические изменения в легких. Не обратить внимания, то есть то, что это картина в легких, не аутоиммунного воскулита, это очевидно, что там произошло, мы не понимаем, но это очень похоже на итог тяжелого инфекционного поражения легких, связанных либо со стафилококком, либо с палочкой Фридлендера, но скорее со стафилококком, судя по локализации этих булл. Поэтому случай, на мой взгляд, крайне интересный, крайне поучительный, оставляет немало вопросов, что и всегда у нас и бывает, мы и будем сомневаться дальше, но тем не менее, о красной волчанке надо помнить, как и о других системных аутоиммунных заболеваниях, которые встречаются у молодых людей. Спасибо всем, кто принял участие в конференции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!